Привет! Это ежедневные новости о Доме-2 на канале Смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? На проект привели трёх парней к Насте Яндальцевой. Андрей из Тамбова, сейчас живёт в Москве. Он целеустремлённый по гороскопу Скорпион. Даниэлу 24, его симпатия к Насте, как оказалось, взаимна. Они некоторое время переписывались. Настя, чтобы встретиться с Даниилом, даже поставила точку с Валерой Сумароковым. А вот Алексея на проекте не оставили. У мужчины свой бизнес, недвижимость. И он реально приходился невестой, чтобы создать семью и порадовать маму. Также на проекте появились и новенькие участницы. Катя пришла к Жене Маслову. Она считает его честным, прямолинейным и совсем не алкашом. Альбина пришла к Евгению Ромашову. Про себя говорит, что она яркая, харизматичная и ещё никогда не была влюблена. Наталья пришла на проект вместе с 17-летней дочкой, которой нравится Никита Турчин. Маме же парень показался слишком юным, к тому же он в реальном времени уже покинул проект, поэтому мама присмотрит для дочки кого-нибудь получше. Также в реальном времени за воротами уже находится Евгений Маслов. Он потихоньку начинает раскрывать проектные тайны. По словам Маслова, Никита Турчин абсолютно не любит девушек. Именно поэтому он ни с кем никогда и не строил любовь на проекте. В реальном времени уже ушёл и Захар Соленко. Купин теперь может вздохнуть свободно. Хотя он уверяет, что совсем не переживал. Он был уверен в мае, которая бывшая девушка Захара на 200%. Ну а Никита Шеляков остался. Он намерен ухаживать за Ирой Пинчук. За то время, пока Никиты не было на проекте, он вырос в профессиональном плане, снялся в нескольких фильмах и неплохо зарабатывает. По эфирам было заметно, как занервничали из-за прихода Шелякова Таня и Витя Литвиновы. Ведь Никита бывший парень Тани. Видимо Литвинов ревнует, а Мусульбес боится, что Никита рассорит её с подружкой Ириной Пинчук. Очень рада возвращению Шелякова Саше Черно. Я счастлива не передать словами, насколько, пишет она. Вернулся мой лучший и любимый друг Никита. Как же я скучала. Очень тебе не хватало, мой дорогой. Егор Черкасов опубликовал фото с дочкой. Они поехали по магазинам покупать необходимые школьные вещи, но по итогу приодели папу. Отец Насти Кочервей, Иван Никифорович, посоветовал Насте и Андрею идти в ЗАГС, что они и сделают уже на следующей неделе. Мужчина говорит, что мама Насти против её отношений. Он сам считает, что быть вместе дочке и Шабарину не дано, но мешать им не будет. В идеале он хотел бы забрать дочь с проекта. Также Шабарин и Кочервей планируют детей. Последние несколько дней они только этим и занимаются. Правда, Шабарин делает, а Кочервей, как оказалось, не делает. Она пьёт противозачаточные. Эта тема и будет активно сегодня обсуждаться на Лобном. На проект возвращают маму Майи Донцовой. Алексей Купин не против. Он хотел бы выяснить отношения с будущей тёщей. Ему не нравится её поведение, ведь она снова поливает его грязью. Пишет о нём гадости в сети. Марина Африкантова исполнила свою мечту. Она приобрела новый чёрный автомобиль Мерседес. В комментариях пишут, молодец, вот бы ещё мозги в комплекте шли, совсем бы была красотка. Мозги у неё как раз-то есть, отвечают. Та ещё продуманка. И квартира у неё имеется и машина. Не знаю, сколько стоит эта машина, но номера, именно эти, стоят 1400 минимум, особенно в Москве. Это сколько же им платят? Сколько она Чуева в долг давала, но он так и не вернул. Ещё и на машину хватило. А ведь она не особо яркий участник, в основном молчит или пиарится за счёт своей мамаши. Сидела-сидела Маринка и высидела. Алиана Устинянка не переживает из-за развода с Сашей Гобозовым. Я подписала бумаги по расторжению брака и не испытала никаких эмоций. Это ведь не первый наш развод. Психолог Татьяна Аюпова назвала любовь на телепроекте Дом-2 пластмассовой. Как только парочки влюблённых выходят за периметр, сразу же расстаются. Так расстались Мэри Кулешова с Аймоном Морданшиным, Жарикова с Гобозовым, Катя Зиновьева с Денисом Давыдовым, Болинская с Кудряшовым, Блеменкранцы. Этот список можно продолжать бесконечно. Я хочу сказать о пластмассовой любви, о подставных ролях. На проекте очень много проектных историй, а не настоящей любви. Это очень грустно. Сорока и Марго Овсяникова играют любовь, например, это никакие не отношения. Ребята сейчас готовы на всё, чтобы жить под крышей, на полном обеспечении, ни о чём не думая. Так оно похоже и есть. А в сети поговаривают о том, что Валера и Тата Блеменкранцы и не думают разводиться. Якобы всё это пиар-ход, и со дня на день они вернутся на проект. В планах парочки выиграть в конкурсе человек-года квартиру. Даже говорят, что супруги уже на поляне. Но увидим, так это или нет. В сети обсудили внешность Майи Донцовой. Так она изменилась за два года на проекте. Пишут, что уколы красоты и прочие косметические процедуры почему-то не пошли Майи на пользу. Ольгу Бузову застукали вместе с мужчиной, который сильно похож на Сашу Задойнова. Как выяснилось, в одном из ресторанов в Сочи она отдыхала вместе с Сергеем Зеленским, участником шоу «Замуж за Бузову». Наверное, пиарят друг друга. Хорошо сдружились две мамочки проекта – Татьяна Африкантова и Марина Абрамсон. Марина со своим женихом Александром отдыхают в Туапсе в доме Татьяны. Они не скучают, записывают юмористическое видео, раскручивают канал Татьяны на ютубе. Лена Хромина перекрасила волосы в темный цвет. Как думаете, ей идет? Братья Пынзоли поздравили свою маму с днем рождения. Мы тебя очень любим, пишет Сергей, и будем всегда рядом. Таня Кирилюк по работе пересеклась с Романом Третьяковым. Они вместе проводили день рождения торгового дома. Антон Гусев рекламировал салон красоты, делал косметические процедуры и поразил своей внешностью всех. Ольга Рапунцель опять обнажилась перед камерой. Она приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Дом-2. Возмутила общественность то, что Ольга была с ребенком. Оголенную грудь как раз она и прикрывала малышкой. Зачем малышку на такую фотосессию? И отвечает, по привычке Васька реквизит. Правильно, приучай ребенка к камере, рабочая династия семьи должна продолжаться. Это все новости Дома-2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть, Дом-2 вместе.